Всем привет, дамы и господа, мы на встречу иммигрантов в ноябрь 2018 год. Привет! Сегодня у нас праздник День Благодарения среди иммигрантов. Эту традицию начали иммигранты. Каждый день я буду рожать вновь, не забудем никогда разного. Я желаю, чтобы каждый день нашел себя и нашел город, потому что только благодаря ему, я думаю, что мы имеем в жизни наши самые лучшие. Мы с тем неем здесь. Большая благодарность Илье, потому что все, что он говорит в ютюбе, буквально, вот все проникало в меня. Не слишком много вы даете? Это для женщин. Это красава. Вот если вы будете говорить и вы будете улыбаться, значит он вас не понимает. Пас, расскажи мне, как по-русски звучит? Мне нужно найти русскую жену. В семейной жизни невыгодно ругаться с женой. Десять часов народ даже не собирается расходиться. Угощение, листья падают. Красота. Василий, что сегодня происходит? Сегодня происходит замечательное, чудесное, потрясающая арена, когда собираются замечательные люди для того, чтобы вместе были радоваться и искать, за что они могут быть благодарны. День благодарения. С днем наступающего благодарения. Ковровы, добро пожаловать. Спасибо, что приехали. Пять недель. Ваша малышка подоросра. Ваша сегодня вчера выстрелила видео. Сколько уже просмотров? Больше четырех тысяч. Это так, красавцы. Завтра вся страна Америка празднует День Благодарения. И мы вот решили под День Благодарения сделать такую необычную встречу. И как-то со всеми вновь прибывшими отметить этот праздник. Кто из вас вообще знает, как День Благодарения он появился в Америке? Вот человек один знает, два, три, кто-то еще знает. В принципе, его начали эту традицию, начали иммигранты. Почти 400 лет назад. С тех пор этот праздник, он имеет место. Вначале он был просто таким неофициальным. Затем на уровне государства был принят закон, что каждый четвертый четверг ноября это День Благодарения. В Америке нету более другого такого праздника, когда бы собиралась вся семья. То есть в Америке принято именно на День Благодарения. Я хотел бы пригласить всем нам известного, уважаемого и любимого нашего брата Илью. Илья, приди сюда. Давайте мы ему похлопаем. Я знаю, что тебе сейчас тяжело, потому что кто-то должен снимать. Обычно снимаешь ты. И он скажет для всех нас, вот то, что у него есть сердце, какое-то поздравительное слово. И я попросил его, чтобы он от всех, от имени всех нас поблагодарил нашего Всевышнего Господа и благословил всех нас. Для начала, есть такая традиционная традиция в Соединенных Штатах. Я не знаю, делаю, у меня даже хочется. То есть мы, когда собираемся нашей семьей, мы, начиная наш вечер, надо завтраковать. Завтраку в своих семьях тоже это сделать. Садитесь, беретесь за руки. Давайте сейчас все возьмемся за руки, за своим столом. И поблагодарим Всевышнего за то, что у нас. Да, если среди вас какой-то незнакомый человек, скажем, я благодарю, и вы говорите фразу, что вы говорите каждое свое и громко. Готовы? Три-четыре. Я благодарю за все! Кто сказал семью, поднимите руку. Отлично, семейные люди. Кто сказал American? Семейные люди. Есть люди. Кто сказал Freedom? Сразу понятно. Господь, мы благодарны, что у нас есть семья, у нас есть друзья-мигранты, у нас есть еда, у нас есть машины, у нас есть работа у многих есть, у многих скоро будет. У нас есть свобода слова, свобода вероисповедания, свобода политическая, все у нас есть, и мы благодарны тебе, Господь, благодарны вам, иммигранты, благодарны организаторам этого мероприятия, и благодарны всем. Если вы согласны, скажите Аминь. Аминь. Добро пожаловать в наш праздник! Спасибо большое! Спасибо большое! Бога богатым индюшечкой нас угощает дом отца. Фадерс Хаус. Не веришь в чудеса? Помнишь как? Можно изучить порции, которых не слишком много вы даёте? Это для женщин. Это красава! Красава! Кто из всех эмигрантов самый последний купил машину? Вчера кто-то купил машину. Вчера мы купили машину. Вот, чтобы её заправить, 25 долларов вам от Шеврона. Идите сюда. Красава! Представьте свою семью. И нам всем что-то пожелайте. Мы из 7 дней как здесь. Большая благодарность Илье. Потому что всё, что он говорил в Ютюбе, буквально всё проникало в меня. И просто как только мы сюда приехали, в Лос-Анджелес мы рванули в таком этапе. Сразу же, вы даже не поверите в моём телефоне, все сообщения. Или это я, которая вам пишет сообщения, когда мне нужна страховка, где купить, какую купить и где поселиться. Тут же буквально через минуту ответ получаю. Большая благодарность Мехтеву Александру, которые сопроводили нашу покупку. И потому что мы покупали 26-летний ванк. И там было немножко боязно. Он всё проверил. Он нам есть. И я очень рада, что в Сакранной Галлии есть такая группа, где можно получить информацию, выдачную. Западная. Особенно уменькая. Саберестаньте. Американцы. Он скажет пару слов на английском, и вы в течение вечера можете прийти. Вот если вы будете говорить, и он будет улыбаться, значит он вас не понимает. Но он говорит, думай, что вы хорошая людина. Я немного говорил по-русски. Я учусь русский. Я знаю 50-60 слов. Я знаю по-русски. Я люблю тебя. Счастливо видеть вас. Счастливо. Спасибо. Пастор, скажи мне, как по-русски звучит «Мне нужно найти русскую жену». Русскую женщину. Да. Как жену или женщину. Счастливо. Ага. Ну в любом случае. Давайте мы его еще раз поприветствуем. Вот он здесь. И сегодня он здесь, чтобы вы тренировались. И что-то, может быть, узнали. И все лучшего и нового. Привет всем. Мы из Краснодара. У нас четверо детей. Приехали здесь уже второй месяц. Слава Богу. Рады. Нас встретили. Приютили. Помогли. То есть все благодаря вот этому служению, которое здесь очень хорошо развивается. Ну и я желаю, чтобы каждый здесь нашел себя. И нашел Бога. Потому что только благодаря Ему, я думаю, что мы имеем в жизни наши самые лучшие. Я хочу пожелать, чтобы вы так всегда встречались постоянно. Не только один раз. Кто-то ходил. Смотрю, кто-то новое появляется. И кто-то ходит периодически. Я хочу, чтобы вы ходили всегда. Всегда общались. Всегда дружили. Не теряли связь с близкими своими. И с новыми друзьями, с которыми познакомились. Чем больше у вас знакомых, тем больше у вас возможностей с кем-то поделиться. Кто-то знает, я думаю, всегда больше, чем я или мой товарищ или мой друг. И вот эта информация, она самая полезная. Она всегда самая полезная. Самый богатый человек, у кого много друзей, у кого много информации. Деньги здесь, которые, по-моему, никакой не нужны. Кто знает вообще, что такое Черная Пятница? Black Friday. Черная Пятница. Black Friday. И у нас есть Александр. Александр Детов, который хотел всех нас проинформировать. Условия Black Friday на следующем году. Все, что вы приобрели в Black Friday, куплено окончательно и бесповоротно. Обратно, возврат не подлежит. Саша говорит о Черной Пятнице, что будет после Дня Благодарения на следующий день. Приветствуем семьи, которые два года вместе и больше 30 лет вместе. Вау. И какой-то самый ценный совет для семейных пар, чтобы зазвучал. Вот что нельзя делать или что можно делать, как часто надо делать. И любой совет семейный от мужа и жены точно так же от вас. Совет какой? Ну, наверное, беречь друг друга. Иногда какие-то мелкие капризы, может быть, прощать. Не знаю. Может быть, что-то супруга еще хочет добавить. Да, вы знаете, что я хотела бы сказать, что куда муж, туда и жена. И от самых молодых. Ну, я понял то, что в семейной жизни невыгодно ругаться с женой. Реально невыгодно. Потому что потом мне приходится долго отходить. И даже тогда, когда мы вроде бы помирились, мне все равно как-то плохо. какой-то еще есть от самых. Я понял для себя, что невыгодно ссориться. Я просто такой, как бы, как спичка, зажигаясь быстро и отхожу. Но мы договорились так. Как только она видит, что я только начинаю где-то там загораться, чтоб сразу она говорила, все, давай оставим этот разговор, потом поговорим. То есть, как бы, вот так. И мы уже пару раз так экспериментировали. Это очень сильно помогает. Вот так вот. Спасибо. Он сказал, что невыгодно ссориться с женой. Я в браке 23 с половиной года. Я даже скажу больше. Опасно. Это мой быть опасно. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dima. Happy birthday to you. Поздравляем, Dima. Спасибо, что ты у нас есть. И всех с днем рождения, у кого скоро будет. Друзья, на этой ноте заканчивает нас встреча эмигрантов. Мы ждем в следующий раз всех, кто здесь рядом живет. Добро пожаловать. Не обещаю, что она будет такая шикарная, сладкая и вкусная. Но, надеемся, будет интересно. И полезно. Но все равно, когда родные, близкие, это все равно все не то. Это не может этого заменить просто. И поэтому у меня были определенные проблемы, наверное, с депрессией. Но сейчас все отлично. Поэтому, если кому-то нужна помощь в плане психологии, обращайтесь. Улыбочка на Тане на лице. Вот это уже признак того, что человек меняется. Точно так же, если будет меняться. Улыбка первую почту. 10 часов, народ даже не собирается расходиться. Кстати, хочу сказать всем спасибо Father's House, эмигрантам и всем волонтерам твоим. И Игорю Трачу, спасибо за класс. И спасибо. Всем, кто помогал, спасибо. Без вас это не состоялось. Ну, а, естественно, посоветовать это общаться, помогать друг другу. И таким образом мы все будем подниматься. Всем желаю возвышения. А когда подниметесь, уже будет нас следить. Абсолютно. Спасибо. С вами был Владимир Игорь Альфан. И встреча эмигрантам. Каждую третью среду в Славянском культурном центре. Встреча эмигрантам. Мы ждем всех, если вы свежаки. А если вы динозавры, приходите как волонтеры, будете советовать вдохновлять людей и взлетать вместе с нами. Пока.